Приветствую вас! Вы знаете, Татьяна, у меня сложилось такое впечатление, что вы недостаточно хорошо, недостаточно правильно, может быть, поняли принцип работы нашего ресурса, данного ресурса. То есть, то, что вы пишете, вот вы говорите о том, что у вас есть проблемы, есть вопрос по взаимоотношениям с взрослым сыном, к которому 18 лет. И далее вы пишете, что будете рады психологической поддержке. При этом вопрос, какой именно и какие именно проблемы у вас есть в отношениях с вашим сыном, вы не раскрываете. Вопрос точно не ожидается. При этом вы сам вопрос свой продаете платный, который подразумевает ответ на него и последующую оценку этого ответа. Но как можно ответить на ваш вопрос, если даже непонятно о чем он? То есть, понятно общее направление, что это взаимодействие с вашим сыном. Да, но в чем именно проблема? Непонятно. И можно, к сожалению, об этом только догадываться. К сожалению, можно только догадываться о том, какие у вас проблемы с сыном. Но я полагаю, что могу и сделаю это. Выскажу несколько предположений относительно того, в чем у вас могут быть проблемы и как их можно решить. Значит, ваш сын, скорее всего, активно боится за свою самостоятельность. Ваш сын, скорее всего, не хочет вам помогать, не слушается вас и вообще всячески воспринимает вас в штыки. С вашим сыном у вас, скорее всего, нет доверия, нет понимания, нет какой-то вот единой такой общей связи, которую вам бы хотелось иметь. И первый вопрос, который я вам хотел задать, в том, отлечу вам эту связь. Но ваш сын взрослый, у него начинается своя жизнь. Почему вы хотите, чтобы у вас отношения с ним были на определенном уровне? А если сын не хочет, что делать тогда? Дальше. Понимаю, что вы хотите, чтобы ваш ребенок вам доверял, чтобы ваш ребенок вас слушался, чтобы ваш ребенок к вам прислушивался, уважал ваше мнение, умно уважал вас. И не пользовался вами, если он это делает. В ущерб вам. Значит, здесь, поскольку проблема-то состоит из двух частей, то, соответственно, из двух частей будет состоять и ответ. Чтобы ребенок не пользовался, не нужно ему давать, не нужно ему позволять. Если чего-то хочет, будет добиваться сам. Водорост предполагает не только права, но и обязанности. И если ваш сын посчитает, что он с 18-летием получает только права, но не получает обязанности, то это безусловно его заблуждение. На самом деле это не так. Ни о каких только правах речь не идет. Об обязанностях идет так же полноправная речь, как и о правах. И если вы не можете диктовать своему сыну сейчас, как ему поступать, потому что он уже взрослый, то вы не можете так же и обеспечивать своего сына, имея в виду так же, как раньше. Потому что это невозможно, потому что это ненормально, потому что это делает вашего сына менее самостоятельным и более зависимым от вас. Что потом в жизни ему очень сильно аукнется. И это первый момент. Чтобы он вам доверял, и это вторая часть проблемы, нужно разделить его мнения, какие бы они ни были, даже если оно вам неприятно. Нужно разделить его интерес, показать, что вам импонирует он, показать, что вы интересует своим сыном, не для себя, а для него, просто чтобы с ним пообщаться, привести время, чтобы он расслабился, если у него есть какая-то защитная реакция в отношении вас. И тем самым, постепенно, вы покажете ему, что ожидать от вас какой-то вот негативной установки не приходится, что вы направлены только на позитив, что вы, как бы, привитесь только к тому, чтобы пообщаться с сыном, провести с ним время и так далее. И он постепенно расслабится. И расслабившись, он будет вам больше доверять, потому что все-таки вы его близкий человек. И когда и если он будет вам больше доверять, когда и если он будет с вами чем-то делиться, вы ненавязчиво, спокойно, без лишних эмоций, между делом, как бы, высказите ему свое мнение. Это именно мнение, не директива, не совет, не указание. Это именно мнение равного человека, другому разному человеку, то есть вашему сыну. И ваш сын, находясь в расслабленном доверительном состоянии по отношению к вам, воспримет ваше мнение так, как это могло бы быть максимально для него возможно. Максимально для него понятно и приятно. И если с учетом его взрослого уже состояния, в причетом того, что ваш сын, это более чем наполовину сфорпировавшаяся личность, он примет ваше мнение настолько, насколько это возможно. тут самое главное, не ожидать результатов больших, потому что все-таки нужно понимать, что он другой человек, что он новое поколение, что он собственная самобытная индивидуальность, у него свои взгляды на жизнь, а у вас свои. И если вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив, позвольте ему самому путем проб и ошибок понимать, чего он хочет, куда он идет, к чему стремится, кем хочет быть и так далее. И поддержите его на этом пути. Высказывайте ему поддержку, удешайте, если им нужно, если потребуется, помогите, единоразово. Это лучшее, что вы можете сделать для своего взрослого сына. Пожалуй, таковы основные общие рекомендации вам по вашему вопросу. Еще раз повторю, что то, как вы написали свой вопрос, исключает более детальную рекомендацию, более детальную работу, более тесную работу с вами. Но поскольку вы вопрос задали платный, то мне бы хотелось, чтобы ваши средства окупились хотя бы немножко, хотя бы в общей части, хотя бы в том, что можно извлечь из текста вашего вопроса. И я постарался это сделать. На этом все. Если вам понравилось, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Я желаю вам удачи, всего доброго, я желаю вам достичь гармонии в своих взаимоотношениях сниму. Субтитры создавал DimaTorzok